В Беларуси изменилось регулирование цен. Корректировки нужны для того, чтобы уравнять условия для импортеров и отечественных производителей. Также для последних упрощено согласование отпускной стоимости на новые потребительские товары. Кроме того, поменялся порядок предоставления оптовых скидок. Механизм ценообразования станет более прозрачным и понятным. В Беларуси определили порядок заготовки крови и ее компонентов аутодоноров. То есть человек может сделать запас для себя. Например, если у него редкая группа или предстоит серьезная операция. Тем, кто решился на процедуру, необходимо пройти медосмотр. Откажут людям с вирусами иммунодефицита, гепатита С и В, сифилиса и пациентам с психическими расстройствами, а также несовершеннолетним и тем, у кого масса тела менее 50 килограммов. Стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом сезоне провести каникулы с пользой смогут 377 тысяч детей. Из них почти половина в лагерях с круглосуточным пребыванием. Профили и направленности учреждений самые разные – от спортивно-патриотических до лингвистических и творческих. Государство выделило на эти цели более 64 миллионов рублей. По всей стране 10 июня пройдут выпускные вечера. В церемонии вручения аттестатов об общем среднем образовании примут участие 53 тысячи учащихся. 1150 – бобручане. Уже с 14 числа стартует централизованное тестирование. Первым абитуриенты зададут белорусский язык. Завершится ЦТ 4 июля всемирной историей. В Могилевской области убрано около 30% трав первого укоса. Стоит четкая задача финишировать до 14 июня. Для обеспечения животноводческой отрасли в регионе необходимо заготовить более 2 миллионов тонн силоса и чуть меньше сенажа. Хозяйства оснащены техникой и консервантами. Нет недостатка в квалифицированных специалистах, поэтому работы завершат срок.